Дневный разворот из театра «Нас с Паской». Там готовится очередная премьера долгожданная. Как мне удалось выяснить, заранее там будет впервые за долгое-долгое время поставлена музыкальная сказка. Давненько такого в Тюзи не практиковали, а премьера будет 22 декабря. Называется «Постановка тайны волшебной страны». Во всех подробностях о ней узнаем после 12.05. Ну, а наша первая тема — итоги недели рекламы в Кирове. Как-то логично, раз мы заявляли, анонсировали ее, то, наверное, итоги логично подвести. Вместе с организаторами недели рекламы Алексей Обжерин, кроме того, что организатор недели рекламы, еще и руководитель клуба маркетологов Кировской области, напоминаем. Алексей, добрый день. Добрый день. И наша коллега, тоже с удовольствием ее представляем. Организатор данного мероприятия Юлия Афанасьева. Добрый день. Привет. Ну что, довольны в целом? Как прошла? По моему лицу не видно. Неделя. Ну, прям... Ну, у вас такие лица, понимаете, Юля, вот вы сидите рядом, да? Видно, но не всем. Вот видно, вот у вас очень довольны лицу Алексея, лицо очень такое спокойное, я бы сказал так, задумчивое. Я три дня отсыпался, и пока я не спал, между сном я уходил и улыбался. То есть она тоже меня... То есть нам просто не повезло, улыбка пока сошла с его лица. Да, она сошла на время, но сейчас опять вернулась. Вот я сейчас ищу и улыбаюсь. Надо уточнить, ровно неделю назад она закончилась. Ровно, ровно. До первой пятницы. Да, ровно неделю назад. Давным-давно, кажется, в прошлую пятницу. Кажется, в прошлой жизни. Ну, сеть до сих пор еще кипит всевозможными упоминаниями, и фотографиями, и фотоотчетами. В общем, отработали хорошо. Мы довольны. Мы довольны. Для нас главный показатель — это количество людей, которые к нам пришли в этом году. Мы посчитали по головам, нам как раз на это хватило недели, 2599 посещений мы насчитали. А в прошлом году было 1300. Практически ровно в два раза больше. Без одной штучки. Да, без одного человека. Я думаю, что это показатели, это тот случай, когда люди голосуют ногами. Мы понимаем, что большинство из этих людей, работающие специалисты, это маркетологи, это предприниматели, которым надо банально освободиться с работы, чтобы куда-то уйти и чем-то позаниматься. Предприниматели, соответственно, они выбирают, либо ты хоть и сам себе хозяин, но либо ты на работе занимаешься своими делами, либо ты на площадке чему-то учишься. То, что они выбрали нас, для нас очень важно. И это очень значимо, потому что лично я понимаю, каково разрываться между работой и между каким-то обучающим мероприятием. Время дорого. Время дорого всем. То, что люди выбрали нас, низкий поклон, и, видимо, действительно было интересно и полезно. 2500 человек — это и те, кто все пять дней был, и те, кто заглядывал как-то разово на мероприятия. Это посещение, то есть это не совсем идти. Это не человек, действительно, тысячи. Человек был уникальных у нас 420, что тоже больше, чем мы планировали. А это просто сколько людей побывало в наших мероприятиях. Мы просто брали и считали их. В том числе уникальных тоже отдельно просчитывали. А, то есть один человек мог с одного мероприятия на другое уйти и так далее. Но мы планировали 2000, а получили 2600. То есть это, конечно, тоже превозошли наши ожидания. Вы знаете, я хотел бы не об этом сказать. Я сейчас кого не встречу. Вообще даже люди далекие от нашего процесса. Они говорят, ну вы, друзья, новый город будоражили. Новый город там на уши поставили. Ну, хороший смысл этого слова. Они как бы видят всю эту энергетику, движуху. И мы увидели даже один отзыв. Вот мы когда с вами две недели назад общались, сказали про наш девиз, что мы хотели бы, чтобы люди жалели, что не взяли отпуск на время недели рекламы. Так вот, один человек как минимум пожалел точно. Он написал нам, как я пожалел, что не взял отпуск. Потому что по отзывам даже людей было видно, что они хотят, собирают браслеты на каждый день, на руки выкладывают, хотят именно завтра прийти, послезавтра прийти. Нам было это приятно, потому что мы старались очень качественно подобрать интересную программу, чтобы с пользой интересно было. И мы увидели еще в этом году такой некий феномен. Люди нас благодарили за атмосферу. Мы не закладывали в показатели атмосферу, создать атмосферы. Просто мы делали свое дело и все. Люди нас благодарили за атмосферу. То есть они уже там на 4-5 день здоровались с нами, как с друзьями, между собой здоровались. Как с родными. Да, да, да. А у нас же там кормежка с утра до вечера. То есть кофе-брейки там от партнера. Значит, еще один партнер у нас кормил. Значит, бесплатными обедами вкусными такая маленькая очередь образовалась. В общем, как бы бери раскладушку и живи в Герстенке, не уходи никуда. Да, в библиотеке Герстена все проходило. Или можно было зайти с улицы, вкусить что-нибудь. Да, да, да. Потом осознать, что-то проходит, дай-ка останусь. И многие отметили, что по идее даже, вот если брать, то есть прекрасный там галла-ужин у нас был по премии, хорошая реклама. По идее даже если брать, то есть многие заметили, что даже на другие форумы, в том числе и московских такого, ну прямо вот, ну чтобы вот вообще кормили-кормили там. Только не уходи, как говорится, все для тебя. Давайте поподробнее, что за люди-то были, откуда? Ну, предприниматели, специалисты. Мы говорили о том, что планируется, все ли получилось из того, что планировалось. Все ли люди прибыли, то ли они сказали, что вы ожидали. Откуда приехали люди, много ли было из районов. Ты имеешь в виду гостей, да? Гостей, да и выступающих, наверное, тоже. Смотри, из этих, из общего количества посещений было 50% маркетологов. Нет, 50% предпринимателей, да, а 40% маркетологов. 40% маркетологов. А еще 10 кто? А еще 10 это студенты. Журналисты. А, ясно. Общественные активисты, потому что в первый... Но эти везде, правда. В первый день мы открывались общественно значимые темы, у нас была дискуссия о бренде нашего города, она была открытая. Соответственно, на нее пришло достаточно много людей. Это как раз не обязательно маркетологи либо предприниматели, это люди, которым просто вот близка и интересна эта тема. Ну, условно, там, неравнодушные общественные активисты. Вот эти 10% это они. Я бы сказала, что у нас в этом году получилась очень качественная аудитория, потому что в прошлом году, например, было больше студентов. То есть в этом году их было вот буквально немного, мы их видели, они приходили вот так точечно на мероприятия. В прошлом году их было гораздо больше. Я не знаю, не буду оценивать там хорошо это или плохо, но мы в первую очередь развиваем рынок. Понятно, что студенты там, это будущее нашего рынка, это люди, которые через 3-5 лет выйдут на него и будут работать. Да, многие из них уже сейчас работают. Возможно, маркетологами. Студенты, уточнить хочу, тоже специализирующиеся на рекламе. Конечно, реклама, маркетинг, дизайнеры. Дизайнеры, да, тоже были. Наша ключевая задача развития рынка и работа с компетенциями уже работающих специалистов, извините за тавтологию. И вот в этом плане мы понимаем, что мы свою задачу перевыполнили. Хотя по студентам один интересный факт. Мы знаем, что многие студенты хотели прийти, но не позволило расписание. Над этим тоже надо думать. С одной стороны, площадка не резиновая, с другой стороны, те, кто жаждут получать именно... Это же практика. Там была огольная практика, друзья. То есть студенты добровольных шли? Да, добровольных шли, но у них расписание не было. Более того, как выясняется, не просто шли добровольные, их не сильно отпускали. Да, и действительно, у них свой учебный план, и вот как это решать задачу, будем думать. Это, видимо, на следующий год решать, потому что если это профильная тема для студентов, то, может быть, стоит их лучше отпустить. Я думаю, что мы будем не всех студентов, а особо жаждущих, наверное, как-то пускать и думать, и договариваться с их руководством, потому что... Чтобы их отпускали. Да, чтобы их отпускали, потому что это... Ну, пусть будет как поощрение для студентов, что ли, потому что их тоже действительно... Ну, надо не всех подряд, чтобы там, видите, стульев мало... Мы 50 стульев довозили, то есть все были, и все равно под оконниками люди сидели. Вот, поэтому место будет ограничено. Ну, по особым студентам будем в качестве награды думать какие-то решения там искать, чтобы вот именно самое-самое только попали. Предприниматели, вы сказали, 50%. Да. Предприниматели какого уровня? Малые и средние. Малые и средние. Малые и средние. У нас, например, практически всю неделю была на площадке Светлана Шулятьева, это компания «Арт Гастроли», когда она стояла у нашей программы и говорила, так, вот мне сейчас надо уехать на обед, а что у вас там дальше? Я ей говорила, Светлана, у нас там дальше это, 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 это. И она смотрела на меня и говорила, да что же вы со мной делаете? Я эту неделю практически всю не работала. И таких людей было несколько. Концертов не было в городе. Я думаю, что концерты были, но как-то Светлана дистанционно этим рулила. Было очень приятно, когда именно работающие люди были с нами. Когда ты понимаешь, что у них миллион задач других, у них свой бизнес, которым надо руководить, но они все равно были с нами очень много, вот это самое ценное. Мы постарались дать в программе то, что как бы это часть работы. Без этого тоже нельзя работать эффективно. Поэтому, наверное, они поняли и приняли правильное решение как раз из-за этого. Тут сошлись звезды в этом случае. Вот для тех людей, кто был на неделе рекламы. Им повезло, не повезло, не знаю. Но они довольны, по крайней мере. Мы практически ни одного недовольного отзыва не слышали. Одни благодарности сыплются до сих пор. Проложают. Из районов области были участники? Или вы как-то не отслеживали? Мы не отслеживали по городам, но по моим ощущениям нет. Я скажу одну вещь. Непопулярную. Непопулярную, да. На первом дне на стартовой сессии бренда Кирова начало. Была администрация Кирова-Чапецка. И они очень заинтересованы, насколько я понял, в разработке собственного бренда. Отдельного. Поэтому как бы тут еще такой здоровой конкуренции не получилось между двумя городами. Киров и Кирова-Чапецк. Не знаю, как там все сложится, но они очень заинтересованы. Они реально уже эту работу, как бы сказать, подготовительную проводят. И они с интересом приехали. Там была администрация. Еще у нас был яркий случай, когда... Что касается Чапецка, у них же в этом году специалисты с КБ «Стрелка» приезжал. Они там действительно интересуются? Заинтересованы в том, чтобы себя позиционировать как-то. Нам показалось, что это сыровато так еще. Да, но еще был интересный случай. Молодой человек из Сыктывкара. Сыктывкара всю неделю провел с нами. Мы реально там ему вручили приз специальный за его активность. Там вкусную пиццу подарили. И он очень доволен был. Он такие отзывы оставил, что говорит, ребят, следующий год все, я с вами, и не один приеду. Там все такое. Про молодого человека из Сыктывкара на самом деле интересная история. Дмитрий, мы с ним начали разговаривать. Это уже был где-то... История долгая? Нет, за минуту я управлюсь. Мы с ним начали разговаривать. Оказалось, что он приехал в Киров специально на неделю рекламы и выбирал между поездкой в Киров и между поездкой в Москву на форум Synergy Consulting. Он выбрал нас. Ближе? Возможно. Но, тем не менее, это приятно. Давайте прервемся. Ну да, давайте сейчас небольшую паузу сделаем. Итоги недели рекламы, я напомню, мы подводим вместе с Алексеем Обжириным и Юлией Афаной сегодня. Продолжаем нашу беседу. Я думаю, что для многих сейчас будет открытием, что какая-то дискуссия по поводу брендирования города была. Ну, конечно, это освещалось событие первого дня недели рекламы, но давайте об этом поговорим все-таки. Давайте. Кто приходил, какие идеи высказывались, на каком уровне вообще сейчас, на какой стадии, вернее, этот процесс. Есть у нас этот бренд? Процесс по брендированию города? Да. Процесс по брендированию города, мне кажется, в подготовительной стадии. Приходила Елена Васильевна Ковалева? Приходила, да. Приходила. Из трех часов дискуссии она провела с нами полтора часа. И она высказала собственную позицию по переименованию. Вятский край? Да. Вятский край и город Киров. Эту позицию как раз очень активно осветили все СМИ. Ну, тут понимаете, какая история? Это, наверное, для городской власти это такое введение в проблему. Потому что там сейчас новая команда, новые люди, и все равно до них как-то нужно донести важность, нужность всего этого. То есть что сначала бренд или дороги, что сначала бренд или детские сады. И вообще связаны эти друг с другом два понятия или не связаны? Ну, и что нам от этого бренда? Жить лучше станет, зарплата средняя поднимется, дороги станут ровнее, солнце станет больше. То есть вот это такая была история на понимание позиции обеих сторон и на понимание вот этой проблематики. Я думаю, что все прошло достаточно успешно. Во-первых, потому что мнения разных сторон были услышаны. А во-вторых, у нас вся аудитория поделилась на четыре группы, и каждая из этих групп вырабатывала свое предложение по тому, что же может стать брендом нашего региона. Какие были варианты? Я не помню. Я сейчас скажу, там чуть-чуть не так. Вообще, чтобы бренд города сложился, это процесс очень такой длительный, и нужно желание, ну вот семи сил я писал так коротко, да, всем это даю. То есть, ну, понятно, что власть должна быть в этом процессе тоже. Пусть она играет не ключевую роль, не ведущую, но она должна, да, говорить, да, нам это интересно, мы хотим тоже быть в этом процессе. Второе. Бренд должен делать специалист с опытом этой работы, человек, который уже успешно брендировал города. И этот человек должен быть изне, потому что у нас таких специалистов внутри Кирова нет. То есть, это надо тоже понять. Третье. Здесь нужны, конечно, как ученые из ВИАДГУ и других вузов, так и должны быть практики, которые брендируют бизнес, например. Четвертое. Обязательно должны быть, ну, пятое уже, да, обязательно должны быть активисты. То есть, люди неравнодушные, городские сообщества. И мне было очень приятно... Активисты-то есть у нас. Да, и мне было очень приятно, что когда я зашел в зал, и зал был полон, и там действительно мы всех-всех активистов увидели. Всех вообще. Вот кто разными делами занимается. Плюс из образования были люди, СИЗО был Владимир Сергеевич, там и так далее. Многие люди просто пришли, и они... Да, они просто участвовали, они не просто сидели, они реально участвовали. Вовлеченность была высокая у всех, то есть кивали головами, где-то брали слово, где-то перебивали немножко друг друга. Хороший способ, если это слово. Вот. Во второй части, получается, у нас... А, и СМИ, я забыл сказать, что СМИ тоже, когда бренд идет, они должны тоже освещать, передавать интерес, ну, с разных сторон освещать это событие. Вот. И вторая часть была именно не то, что может быть брендом города, это не сделать в рамках обсуждения за полтора часа, а был Василий Дубиковский, который приезжал, он просто предложил посмотреть, а через какие вещи мы можем стать более известными. Вот. И были интересные моменты вызваны, как типа не гастрономический туризм, а молочный туризм, например, как войти в учебники истории с городом Киров, Фиатка, там и так далее. Потом на память вспомнить, что-то еще там интересное было сказано, я вспомню чуть позже скажу. Было предложение, помните, Алексей, сделать брендом плохие дороги. Ну, это... Ну, это анти-бренд. Да, это уже... Ну, это в качестве шутки, но тем не менее. И там вот были интересные еще моменты, я вот что-то немножко подзабыл, я вспомню еще обязательно. Верка автомат была, по-моему. Нет, там не речь о том, что у нас известно, мы как бы и так знаем, у нас это уже исследование куча целой проходила, в принципе, у нас все понятно там, что у нас известно из текущего прошлого. А что могло бы быть, помочь нам именно продвинуться вот сейчас, с чем, через что. И вот эти идеи записаны, они у меня сфотографированы, они, ну, такие, некоторые идеи интересны, неожиданны. Но важно что? Важно то, что люди вовлеклись, там и молодежь была, и постаршие люди, и средние, и разными сферами занимались, и предприниматели были, и непредприниматели. Вот это важно. То есть важно то, что люди объединились ради хотя бы вот этой узкой и начальной задачи. Вот это было важно. Поэтому, ну, я считаю, что это предвестник, и сейчас, в данный момент, Василий пишет план для всех заинтересованных сторон. Он, кстати, был у нас в эфире. Да, я его, как бы сказать, получу, и начнем немножечко уже ходить, смотреть, предлагать, то есть как бы консолидировать. Да, я еще забыл упомянуть, там еще нам предприниматели, наверное, что нужны, седьмая сила, забыл сказать. Да, потому что любое хорошее дело упирается в деньги. Да, в любом случае нужен будет бюджет, и в некоторых городах России действительно предприниматели скидываются и финансируют этот процесс, потому что из бюджетных денег это, ну, неразумно просто делать, и так нет, во-первых. Во-вторых, начнется общество расшатываться и так далее, это не нужно. Ну, сумма там относительно невелика, то есть это, ну, для городских задач она небольшая. Ну, в целом, такое доброе было, да, обсуждение, это такая дискуссия по брендированию. Да, не подрались. Не подрались. Синяков не было, очки все целые, ничего не сломано, то есть, да, все ушли. Ну, Алексей правильно говорит, перебивали в хорошем смысле этого слова. Да, именно в хорошем. Потому что перебивали, но не перебили. Да. Как у Николая было, когда говорили, Киров на ветке? Это не мое предложение, просто я его как-то озвучил, и все, да. А, действительно, и Багир Шрифт подошел и говорит, слушай, а есть же у человека имя, фамилия, отчество, а давай все три названия как-то подружим, да. Я Василию эту идею передал, не знаю, чем это все закончится, но это, ну, почему нет, одна из версий может быть такое, да, что как бы. Ну, есть же Ростов-на-Дону, чтобы отличить его от другого Ростова. Есть же там Нижний Новгород, чтобы отличить другого Новгорода, чтобы отличить другого Кирова. Несмотря на то, как мы относились к нашему названию, а у нас дискуссия чуть-чуть не ушла в ту сторону, я Василию заранее предупреждал, и он сам это понимал, что это не тема нашей беседы, но люди очень сильно жевелись на этом вопросе, да. Вот, но явно всем нам, что некий переходный-то перевод, ну, может быть, и нужен, на самом деле, да, вот Ростов-на-Дону, сколько-то там, 20 лет, например, да, а потом уже точно там назвать. А потом уже Дон останется, Ростов попадет, да. Да, да, да. А какие-то яркие примеры прозвучали брендирования других? Да, там были разные примеры. Понятно, что у нас лидер в России по практикам и по получению, в том числе финансирования жадных источников, благодаря бренду, это Урюпинск. Это Урюпинск, город Волгородской области, откуда, собственно, Василий, куда он переехал со своей семьей несколько лет назад. Вот, тоже ряд других городов, но у них только начинается, там Довянка, столица доброты, это наши соседи, Перевский край, тоже, они очень сильно, у них есть специальный бренд-менеджер, который этим делом занимается. И Василий, кстати... Это же в администрацию, что ли? Нет, он учитель некоммерческой организации, и у нее задача именно только развивать бренд, и все, больше никаких целей нет. И Василий сразу говорил, конечно, если о бренде задумываемся, друзья, то без некоммерческой организации, куда вышли бы все активные, желающие, неравнодушные организации, люди и так далее, не получится ничего. Потому что бренд мало создать, им надо управлять, им надо управлять, и процесс это очень многолетний, скажем так, за год, за два, это длинная история, и чем раньше начнешь, тем лучше. Поэтому лучше с нас, изначально, бренд-менеджер должен быть, человек, который будет во главе этой организации, которому будут доверять остальные люди. Бренд города Урюпинска, столица российской провинции. Еще, по-моему, у Ульяновска есть бренд. Урюпинска делали, там взлеты готов, это занималась другая группа, но неизвестно, чем сейчас живет этот дальше, потому что важно не разработать, это пол-дела даже меньше, чем пол-дела, а важно, что дальше с этим делать, как это именно монетизировать или конвертировать вне финансово, но другие позитивные показатели для города, это важно. То есть такая неразовая акция, да, получается? Это очень длинная история, это на всю жизнь вообще, да, то есть как бы и это вовлечение жителей, то есть если вспомнить определение Василия, то бренд это идея, которая объединяет жителей для общения с внешним миром. И вот ключевое слово здесь объединяет жителей, то есть как бы надо именно объединяться вокруг этой идеи и уже коммуницировать с миром. В том числе, он интересный, мы сказал, что вот я, допустим, сторонник, чтобы люди возвращались сюда обратно и не уезжали, да, а он сказал, а пусть уезжает, пусть они говорят про наш город вот там. И приводил примеры, клевые примеры, приводил, что вот у нас люди там и там носителем бренда уже являются. Если, допустим, стеснялись у Рюпинска, то сейчас они говорят, я из Рюпинска. Тут же еще надо понимать четко, что и будущим поколениям этот бренд тоже будет близок, да? Нет, но это история про работу, про управление брендом, это как с брендом любой коммерческой компании. Нельзя его создать и бросить, нужно с ним работать, развивать. Наполнять. Наполнять, да, коммуницировать с внешней средой, а об этом бренде. И его содержание, наполнять его ценностями. Никакого отличия с брендом города точно так же. Этим банально должен кто-то заниматься, развивать эту историю, коммуницировать внутри региона, коммуницировать с внешним миром. Это полноценная работа. И мне очень понравилось то, что мы уже пытаемся делать это грамотно. Не как в других городах, что-то посидели, подумали, разговоры кончились с каким-то народным конкурсом. И все это просто, ну на всю страну позорились. Это вот правда много о провалах и 90%. А сразу поговорили, как правильно делать. Вот это мне нравится. Пускай мы пока разговариваем, пускай мы что-то мелкие шишки делаем. Василий приехал, у него там было 20 интервью, 7 эфиров. Он терпеливо отвечал на все вопросы, которые там и каверно, и некаверно задавали. Мне кажется, это очень хорошо, то, что мы сделали вот в этом году. Сейчас в течение года будем работать, но в следующей неделе реклама, если что, следующий шаг какой-то. Или уже, может, итоги подведем, кто его знает, посмотрим. Ладно, мы как-то на первом самом дне остановились. Юля, веди нас дальше. Неделя все-таки реклама была. Хорошо, неделя все-таки реклама была. Давайте вспомним количество спикеров и федеральных спикеров, которые к нам приезжали. Всего на площадке работало за всю неделю 19 спикеров, 7 из которых были федеральными. Это спикеры из Краснодара, из Урюпинска, это Василий. Это спикеры из Москвы. Это ребята из лид-машины город Рязань, проект Игоря Мана, которые говорили про диджитал-продвижение. Это Никита Флоринский из Москвы, который рассказывал про СММ. Это Азамат Исинчурин, представитель компании Теледва из Краснодара, который рассказывал про продукт. Да, Азамат также был у нас в эфире. То есть мы постарались охватить очень разные темы, чтобы со всех сторон поговорить про рекламу, маркетинг и, возможно, где-то отчасти пиар. Были очень хорошие отзывы по выступлению Никиты Флоринского. Очень много людей подходили лично ко мне, благодарили, подмигивали глазом и говорили, а можно потом презентацию? В смысле, скачать, забрать? Передать презентацию Никиты Флоринского. Даже профессионалы рынка, люди, которые работают в диджитал-продвижении, я не буду называть название компаний, выходили и говорили, что, слушайте, ребята, да, я записал для себя несколько интересных фишек. Плюс еще мы тщательно подошли к кировским спикерам. Мы не всех желающих пропустили. То есть заявок было много, но мы посмотрели то, что будет людям полезно и интересно. И надо отметить, что Сергей Невицкий очень хорошо выступил. Например, Антон Касанов с темой рекламы в доверационной вятке. Друзья хлопали три раза. Ну, вот реально хлопали человеку. Он просто вот интереснейший докладчик. И, честно говоря, мы... Интересные докладчики, интересная тема. Там действительно было... Там очень всего любопытного было. Просто я так жалею, что мы, как организаторы, что-то ничего, все бегом-бегом-бегом ничего не слушали. И поэтому Антона пригласили на закрытую встречу в клубе маркетологов еще раз нам рассказать про это, потому что мы реально хотим это услышать. И мы, конечно же, подбирали темы очень такие, чтобы люди, правда, жалели, что они не пришли. И не только на федеральных пришли, а на кировских никого нет. У нас была, на мой взгляд, с нужной долей остроты дискуссия по глянцу, например. Вот я считаю, что мы недаром ее провели. Хотя у нас есть и точки роста в этой дискуссии на следующий год. Но сейчас... Николай тут связан. Да, я смотрю на Николая. Немножко модерировал. Да, Николай, потому что очень хороший тон задал этой дискуссии. И мы, конечно, попытались в хорошем смысле слова лодочку раскачать, чтобы не было пресности какой-то там. Да, то есть ненужный тоже. Нам надо, чтобы было интересно. Потом СУФАС отличная встреча прошла. Светлана Занькова модерировала. Наталья Метелева рассказывала, какие пять ошибок в рекламе не нужно совершать, чтобы не напороться на какие-то санкции. На санкции, да, серьезная причем. И очень вызвала большой интерес, прошла очень живо. Организаторы жалеют только в одном, друзья, что они не смогли побывать на этих всех мероприятиях. И приходилось бегать, писать все письма. Что мы сами ничего не слышали. Мы сами ничего не слышали, да, полуха. И мы решили в следующем году, все, точно, мы сами будем сидеть на всех мероприятиях, насколько это возможно. Надо просто запись вести, потом смотреть спокойно. Да, про запись тоже у нас как точка роста идет. И вообще мы в будущем году хотели бы подтянуть, ну, давайте честно признаемся, вот эти пять дней. Ну, во-первых, редко кто проводит пять дней. Это, ну, по России по пальцам посчитать. Во-вторых, настолько качественный, разнообразный контент. Вот мы с вами проговорили про спикеров, а еще были же такие активности, как скорая маркетинговая помощь, она очень хорошо зашла. Легендарная антивыставка, там люди просто вот руку так вот сжали, когда уходили, это было клево, это было здорово. Там по принципу коротких свиданий, значит, заказчики с подрядчиками общались, пять минут гонки, все, пересаживаемся в неумылимом режиме, скажем так. Да, и это тоже драйв вынесло в ситуацию. Это впервые мы сделали в этом креативный квест, как новая форма продвижения компании. И мы зашили туда в задание конкурентное преимущество компании, люди были очень довольны, сейчас транслируется, то есть, как бы, это, в принципе, недорогая вещь, но она в игровой форме, сейчас игровая форма, это тренд. Вот, это была премия, хорошая реклама, там, я не знаю, очень много событий получилось там, которые, кроме спикеров, вот эти активности были. Так вот, в следующем году... У нас есть еще время поподробнее поговорить. Да, в следующем году мы бы хотели подтянуть, немножечко стать центром на вятке, центром, не бояться этого. У нас наша Кировская область, это лидер в России, хоть в чем-то мы лидеры, да, то есть, как бы, по числу соседей, у нас 9 соседей. И мы хотели бы уже, мы уже немножечко начинаем с Нижнего Новгорода, с Самару уже разговаривать на будущий год, чтобы они в более активной форме к нам приезжали сюда. То есть, мы хотим вот соседей приглашать. Да, подтянуть слушателей из других регионов. Плюс мы в жюри, их премия хорошая реклама, которая тоже набирает авторитет, и очень много благодарности мы тоже услышали от победителей, призеров и даже просто участников. Мы хотим уже, вчера решали этот вопрос, приглашать в жюри не только кировских специалистов, но и из Перми, и из США даже у нас будет, и из Самары, опять же, вот. Это уже на следующий год. Из Москвы, да, да, да. Будем, у нас решение жюри, это фишка нашей премии в том плане, что жюри авторитетные люди, их много там, их там вот сейчас в этом году 20 человек, да, то есть, может быть, у нас будет 25 человек, я не знаю. То есть, вот, чем больше нам кажется цифр, тем лучше, тем весомее, да, люди реагируют хорошо. То есть, привлекать авторитетных экспертов из других регионов. Да, да, да. Мы хотим вот именно, чтобы авторитет этого события, чтобы неделя рекламы на Вятке стала тоже одним из брендов нашего региона, и, скорее всего, судя по этому году, предпосылки к этому есть. Так, пора нам на рекламу сходить в середину часа, давайте полторы минуты. Кстати, о рекламе. Реклама, внутри недели реклама, прекрасно. В нашем городе прошло масштабное мероприятие для маркетологов, предпринимателей и так далее, и так далее, всех тех, кто так или иначе связан с рекламой недели. Реклама это мероприятие называется, неделю назад она завершилась, и мы сегодня подводим ее итоги вместе с Юлией Афанасьевой и Алексеем Обжириным. Это организаторы данного мероприятия. Я хочу спросить, вот вы-то, как специалисты, давно уже работающие в этой сфере, для себя лично, что нового почерпнули, Юля? Из того, что вы успели услышать. Из того, что мы успели услышать, да, это очень важное уточнение. Я полностью слушала мастер-класс Белгорокова, и я для себя услышала новую формулу. Во-первых, Белгороков рассказывал про ту самую Аиду, про которую очень много говорит Алексей, внимание, интерес, желание, действие. Но мне понравилось, что Белгороков дал еще одну формулу, технологию, на которую можно нанизывать историю. Это pain, more pain, hope and solution. Боль, еще больше боли, надежда и решение. То есть технология, по которой можно снимать ролики, писать аудиоролики. Давайте на каком-то примере приведу. Данон, допустим, утро начинает с улыбки, по сути, по этой технологии снят. Сначала мама долго готовила завтрак, потом пыталась нам именно кормить. То есть боль, усиление боли. Каждое утро мы тратим время на завтрак. Дети его не едят. Еще больше боли, надежда и решение. Надежда и решение. Причем Данон сделал без всякой боли, но именно по этой формуле. В смысле боль, в данном случае, как некая проблема, которая усугубляется. Чтобы не было тут негативного оттенка, да, там все хорошо, на позитиве, но прямо по этой формуле. А иногда не только боль, это и печаль, в том числе. И иногда и радость. Печалька, печалька, да. Нет, вы знаете, я как настоящая мама, которой приходится каждое утро кормить ребенка макаронами, потому что больше он ничего не ест. Мой отлично кашу ест. Ни кашу, ни омлет, ни яичницу, ничего. Макароны. Поэтому это боль, правда, боль. С котлетками с пюрешкой. С сосиской, если бы с котлеткой. В рекламе боли нет, а у мам действительно эта боль есть. И поэтому они очень точно попадают. И у Данона, правда, эффективные ролики. То есть они молодцы. Они номер один в России по молочке. Ну то есть, да, вот как раз Александр дал вот эту технологию, по которой можно делать, снимать, писать тексты, делать ролики. Вот брать и использовать. А, кстати, местный-то контент обсуждался? Наши предприятия, наши рекламы. Мы не то чтобы обсуждали, мы создавали его. Во вторник был интенсивный день, и мы реально делали продающую рекламу на ватманах сначала. Потом мы выступали публично с продающей презентацией. И потом мы снимали продающие видео прямо в библиотеке. Мы испугались, что мы людей, они разберлись там у нас в библиотеке. И мы так, где наши люди начали собирать, как на винном заводе, знаете, чтобы не остались люди. Начали искать их там обратно и так далее. Но было круто, реально. И это все они унесли с собой. Это высокая доля практики, там 70%. Ну то есть они создавали в процессе. Они создавали, они не учились создавать, а создали и унесли продающие домой. И там была высокая степень готовности черновик. То есть бедись сразу внедрять все там. Они снимали прямо в герцанке на мобильные телефоны, монтировали это здесь же на коленке. Но главное в этой истории то, что они попробовали это сделать своими руками. Потому что из той информации, которую ты пропустил через себя, запоминается 90%. Они это унесут с собой и запомнят. Или даже уже, может, крутят и внедряют. Я, по-моему, вижу даже, что ряд материалов появился в сети. Но вот у ряда участников. То есть они уже это используют. Это правда так. В плане точек роста, если интересно, на будущий год. Да, пять минут. Давайте поговорим о будущем. В плане точек роста следующие. Ну, конечно, мы уже понимаем, что спикеры будут... Ну, нам хочется, чтобы у них был состав, их будет меняться. Но не полностью, а частично. Часть спикеров приедет еще раз. Часть спикеров приедут новые, в том числе для Кирова, которые практически никогда не были в Кирове. Может быть, даже такие будут, но мы планируем. Во-вторых, мы бы хотели поактивнее поработать с соседними регионами, чтобы привлечь тоже в качестве хотя бы первичных участников в 2018 году. В-третьих, мы хотим усилить не только жюри премии «Хорошая реклама» с людьми из других регионов и даже других стран, но мы хотим и попробовать сделать так, чтобы заявки подавали не только кировские компании на премию «Хорошая реклама». Потому что премия «Хорошая реклама» сильно растет. В том году было 28 заявок, в этом году 60 заявок. Но мы хотим цифру 60-80. Пока план поставим осторожен на следующий год. Но не сучно, что было. С учением бизнеса из этих регионов. В том числе, да. Чтобы нам не вариться в собственную СКУ, чтобы смотреть более развитые регионы, смотреть на их продукцию. Потому что есть действительно сильные решения не только у нас, и в других местах. Поэтому такие основные точки роста. Ну и будем развивать скорую маркетинговую помощь. Мы первый раз попробовали ее, она пошла на ура. Мы будем повышать ее уровень еще, сделать ее более таким. Давайте напомним, в чем суть заключается. Это сидят эксперты, кировские уважаемые люди. То есть в маркетинге, в рекламе. И дают бесплатные советы подходящим людям. И нам понравилось, что был очень высокий спрос на эту услугу. У меня реклама не работает. Ну, они там что-то спрашивали. Давайте померяем температуру. Примерно так. Да, и остались обе стороны довольны. И мы поняли, что мы не зря предложили этот формат в этом году. Остальные форматы мы, конечно же, будем продолжать. Анти-выстрыка однозначно будет оставлена. Потому что это просто такая изюминка недели рекламы. Одна из изюминок. Квест, скорее всего, будем продолжать. Анти-выставка это когда-то свидание короткое. Да, короткое свидание. Да, это когда подрядчики и заказчики рекламы встречаются на одной площадке и проводят короткие деловые переговоры. Я не уверен, будем ли мы предлагать какие-либо новые форматы. Потому что там форматов у нас уже вагон достаточно. Но в каждом из этих форматов есть те пресловутые точки роста. Мы можем поднимать качество этих форматов, чтобы люди получали. Например, анти-выставка проводилась четвертый раз. Но люди сказали, ну в этом-то году она была очень крутая. Хотя я вижу, что она и в том была практически не хуже. Но люди видят действительно некую разницу. И мы хотим, чтобы они разницу ощущали ежегодно. Чтобы у них не было такого, что что-то уже там поднадоело. Нет, этого не будет. Все то же самое. Ставка на качество будет высокая. Учитывая то, что атмосфера, учитывая то, что люди уже здесь побывали. Мы думаем, что надеемся, нам ветер сейчас спину дует. Уже не с нуля делаем. Поэтому мы надеемся, что хорошо получится. И по качеству, и по количеству. Премия хорошая. Реклама уже несколько раз произносили. Но давайте узнаем героев-то. Страна должна знать своих героев. Смотри, Володя, у нас было 7 номинаций. Мы прямо можем озвучить победителей. Давайте Алексей расскажет коротко суть. А я пока найду картинку победителей. Пока или есть, я скажу важную информацию, что мы сейчас в перерыве обсуждали. Мы бы хотели на всю неделю хорошую рекламу не увеличивать количество участников. То есть нам не нужно тысячи людей, все 5 дней и так далее. Мы хотим сделать, что пусть будет 250 человек, но только те, кому больше всех это нужно. Только самое-самое жадное до этих знаний, до этого контента. А по премии хорошая реклама у нас было 7 номинаций. Две номинации уникальные в России. Опять же, потому что продающая реклама по Аиде и продающая упаковка по Аиде. Но я не встречал, чтобы были такие номинации в России. Поэтому думаю, что эту тему будем дальше качать. Тем более, с призом Александра Белгорокова мы понимаем, что мы на верном пути. То есть эту тему надо, конечно же, продолжать. И сейчас нам Юля скажет, да? Юля тогда... 60 заявок, да, было? Да, было 60 заявок. Что выставляли-то? Макеты свои. Макеты. Ну, ребрендинг у нас была новая номинация в этом году. Очень много заявок туда подали. Клиентские мероприятия, кейсы по диджитал-рекламе, кейсы по редизайну, кейсы по созданию нового бренда, кейсы по продающей рекламе. Это как раз реклама, сделанная по Аиде. Давайте я пройдусь сейчас коротко по победителям. Итак, номинация... Так, только не расхваливай просто так, сухо информацию. Да, сухо, но с названием компании, да? Да, да, да. Хорошо. Номинация «Продающая реклама». Я буду озвучивать только победителей. Продающий буклет «Детские шапочки журавлик» делала проектная консалтинговая группа «Пилотаж». Продающая упаковка «Темна Турбуфет» — это фудзавод, все знают. Креативная реклама победили «Пельмени для Якубовича». Кто бы мог подумать, компания «Мечта» и «С пижанки». Я таких не слышал. Я таких не слышал. Вот ты сейчас услышал, что сегодня ты их купишь. Они что, с усами? А правда их хвалят пельмени? Нет, пельмени без усов, но хвалил их лично Якубович. А, Якубович хвалил. Эффективная диджитал-реклама был кейс по продаже мебели оптом от интернет-агентства «Брендмейкер». Клиентское мероприятие юбилея областного фонда поддержки предпринимательства в концепции «Бизнес на взлет». Исполнитель, ну, собственно, перед вами. Далее. Создание нового бренда. Создание бренда «Зоки Кэт Кафе», «Тайм Кафе», все его знают. Далее. Ребрендинг. Создание бренда компании «Вирум». Редизайн. Редизайн упаковки. Торговая марка «Натур Буфет» «Фудзавод». И медиапроект первое место компании «Мегафон» с проектом «Я повар» при поддержке фондов «Ротех» и «Дороничей». Ну, вот что, очень много знакомого. Более полный список победителей. У нас несколько дней еще висит на сайте «Бизнес новостей». То есть можно там почитать более со вторыми, третьими местами список, да? Но была битва. Была битва. Конкуренция, друзья, я как председатель жюри посмотрел на оценки и понял, что у нас в одну сотую некоторые вообще. То есть очень честная была борьба и конкуренция. Вот банально в номинации «Клиентское мероприятие» первое место у областного фонда и оцените второе и третье. Второе место компании «Сбербанк», а третье место ивент-агентство «Инвайт». Можно оценить уровень. Конкуренция растет. Нам пора завершать на этом беседу. Впереди у нас новости, тематические программы «Культа похода» через 20 минут. Благодарим наших гостей Юлия Афанасьева, Алексей Обжерин. Удачи, успехов. Спасибо. До свидания.